и привет привет всем а немножко задержалась сегодня потому что только что только что закончила power йогу вот привет привет и буквально еще пару минуточек мы подождем чтобы у нас все присоединились я напоминаю что на сегодня тема заявлено визуализация движения привет привет визуализация движения и мы сегодня работаем с тем обсуждаем о именно форму да то есть у нас есть несколько вещей когда у нас визуализируется то да как материализуется то наша идея воплощается у танцоров мы проходим длинный путь от идеи до воплощения это в хореографии дату это идет у нас материализация того что мы хотим вот привет привет вот и сегодня мы разговариваем именно про форму про форму у нас есть идея но про идею мы сегодня говорить не будем мы говорим именно про саму хореографию и сегодня именно разбираем что нам мешает да то есть у нас как у хорошего художника иногда бывает что у нас классная картинка в голове но когда мы это все реализуем уже в жизнь да мы иногда смотрим на это даже на свои засняв свое рабочее видео и нам вот не нравится да нет удовлетворения в том что мы видим почему так бывает вот иногда нам не хватает тупо в самом опять же в реализации своей идеи каких-то инструментов но драматургию это вообще у нас отдельная тема драматургии в хореографии вот это все очень круто интуитивно мы все это знаем но это вообще серьезно отдельно глубокая тема и я бы хотела бы и вообще отдельную отдельным эфиром записать сегодня мы говорим именно о форме реализации да то есть когда мы уже воплотили имеем допустим какую-то хореографию да там какие-то вещи мы уже как бы создали и мы хотим из этого сделать конфетку а вот то есть у нас уже есть некая форма иногда даже бывает так что у нас нет идеи но есть форма то когда мы создали уже какую-то хореографию вот и хотим ее сделать красивой да такое бывает вот и мы посмотрим сегодня инструменты визуализирования движения из разряда как быть интересным как стать интересным танцором до чтобы на нас было интересно смотреть они уже ковыряться в телефоне и те инструменты которые я рассмотрю они в основном применяются в соло да потому что визуализация на группе это тоже отдельная вообще абсолютно отдельная немножечко реальность которая может конечно перекликаться с этими инструментами которые применяются в соло но сегодня у меня направленность именно по соло а вот и так допустим что у нас уже есть некая хореография какой-то танец ну опять танец такой несколько сырои да которые мы уже сделали теперь мы из этого хотим что-то вот даже без идеи как мы уже сказали да вот мы и используем для этого следующие инструменты опять же мы не рассмотрим все мы возьмем несколько дает первый у нас конечно работа со скоростью в работе со скоростью я хотела бы обратить ваше внимание на следующие вещи все мы знаем что у нас есть тренировка да что нам нужно понять вообще когда мы вообще задумываемся о скорости своих движений до в танце нам нужно разобрать свои возможные скорости и разложить их где-то примерно от нуля по шкале до 10 желательно да то есть когда 10 это наша возможная скорость вообще сейчас понятно что все параметры тренируются но мы берем за максимальную ту которую мы в данный момент времени можем взять и это у нас будет 10 и соответственно ноль у нас будет это полная остановка и на 5 это будет где-то наш некий средний темп вот и когда мы разобрали себя от паузы до от полной остановки до своего максимального быстрого и взяли свой тот комфортный темп который у нас будет средним вот это вот все остальное нам нужно сделать градацию для чего это нужно сделать потому что зритель видит разницу вашего темпа если он отличается как минимум друг от друга да вот это по шкале на 3 и 4 скорости ваших не меньше чем на 3 на 4 то есть если вы на 2 отличаетесь то есть то есть мы когда тренируем в зале да у нас есть остановка все знают это упражнение двигайтесь на 1 двигайтесь на 2 двигайтесь на 5 двигайтесь на 10 да так вот вы должны понимать что когда вы ставите хореографию себе то для того чтобы зритель увидел конкретно вот ваше отличие от что вы поменяли скорость она должна отличаться не меньше чем на 4 это понятно да вот таким образом мы работаем со скоростью то есть это должно быть существенное достаточно отличие следующий очень важный инструмент вы в свою хореографию вводите паузу это вообще самый первый вообще инструмент когда вы привносите паузы до в свою хореографию вы даете возможность себе сразу дышать прям вот сразу ваша хореография играет своими прям другими красками когда вы даете возможность себе и зрителю дышать причем паузы смотрите обратите внимание да паузы здесь могут абсолютно не соотноситься с музыкой пауза должна относиться только к вашему как бы творческому чувствованию прочувствование хореографии потому что соотношение хореографии с музыкой это вообще другая отдельная тема там могут быть как минимум четыре возможных варианта соотношения хореографии и музыки и по этому поводу я тоже хотела бы сделать буквально а ну а записать отдельное видео потому что это вообще очень интересная тема я последний раз когда прошла ее на драматургии танцы на просто мне бум взорвало мозг вот то есть но сейчас я не буду отвлекаться да то есть я напоминаю вы вносите при вносите паузы в хореографию это дает вам возможность сразу дышать вам и зрителю и и работайте со скоростями поработали со скоростями включили паузу вы уже становитесь интересным следующий инструмент который вы привносите в это это работа с пространством как мы работаем с пространством да здесь есть несколько инструментов которые мы рассмотрим это и первый из них это работа с перемещением работа с перемещением каким образом да то есть как бы это не просто тогда как у нас в болидансе я типа постояла тут а потом я включила проходки нет у нас может быть как бы абсолютно статичная хореография в которой вы просто внезапно перемещаетесь и вы себе ставите задачу просто переместиться из-за из точки а в точку б и и просто с этим экспериментируйте это очень интересно и именно не ставя себе задачу включить это в проходки да то есть как же я сейчас такая пройду на шиме нет 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 то есть у вас есть вот буквально как у нас до могут быть до плечи плечи грудь грудь волна волна восьмерка восьмерка раз два три четыре пять шесть семь восемь и на этом вы себе говорит что я а вот здесь вот на раз-два я резко перемещаюсь там куда внезапно вот и это сразу включает это просто вот так вот прямо включает потому что вы даже посмотрите последи за моим пальцем да то есть мы что-то 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 сделали сделали здесь потом бум это включает вот и с этим тоже очень можно как бы хорошо поиграть когда вы внезапно просто перемещаетесь и либо если вы у вас там там задумана какая-то очень двигательная хореография то есть вы наоборот очень сильно там перемещаетесь перемещаетесь вот сейчас за пальчиком мои по экрану смотрим на вы перемещаетесь 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 и вы встали опять же мы помним то что если мы меняем скорость а мы здесь меняем в пространстве наше положение да для того чтобы зритель наш отследил что что случилось это должно быть не меньше чем на 4 счета да то есть 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 да это заметно вот тогда это становится заметно потому что если вы перемещаетесь перемещаетесь раз-два раз-два визуально это вообще, ну ничего не случилось, абсолютно, ничего не произошло, да? Да, дальше, что мы работаем, еще мы здесь можем в работе с пространством включаем, мы включаем уровни, вот, с уровнями такая же тема, как и с перемещением вообще в пространстве, то есть это тоже перемещение пространства, только у вас получается не в горизонтальной плоскости, да, а вертикальной, и здесь то же самое, но здесь будет другой закон, не то, чтобы вы ушли вниз, и там нужно побыть, да, какое-то время пожить, там не меньше двух счетов, двух, для того, чтобы зритель здесь это заметил, для визуализации именно вот этого движения и хорошей фиксации его зрителям, здесь нужно обратно, здесь нам нужно вернуться в исходную точку, это важно, вот, и сейчас посмотрите просто за моим пальцем, последите, да, то есть вот я иду горизонтально, 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 я ушла вниз, я здесь работаю, 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 нет понимания, да, а вот если я сделаю вот так, та-та-та-та-та-та-та-пум-пам, это будет заметно, угу, и соответственно, да, то есть это должен быть какой-то квадрат, ага, тогда зритель поймет, что что-то случилось, иначе вы просто для него, да, вы поплясали здесь, потом вы поплясали здесь, потом вы опять поплясали здесь, это не видно, то есть должно быть ту-ту, та-та-та-та, ту-та, та-та-та, потому что иначе вы просто поменяли уровень и вы работаете здесь, а именно для того, чтобы включить как фишку, да, как для того, чтобы сделать это в интересном, это нужно сделать вот так, да, запись будет, конечно же, да, то есть кто-то, если не видел, то запись будет, я буду записывать это все, и потом выкладывать вконтакте и у себя в ютубе и в инстаграме будет ссылка на это, вот, отлично, то есть у нас есть в работе с пространством, у нас есть перемещение, да, то есть перемещение внезапное желательно, да, у нас есть работа с уровнями, в которых мы возвращаемся и как-то, да, и точно так же вы это можете включать и выключать как инструмент, да, вот, и следующий очень интересный инструмент, который я сегодня хотела бы поговорить, о чем это смена ракурса, это опять же не тот и не та, как бы не то, как мы используем это обычно, да, то есть как бы я стою лицом, потом мне нужно показать свою красивую попку, потом, ну, я повернусь в бок, ну, потому что это как бы вот, как бы я так решила, или еще интереснее, когда мы просто, я сама так раньше работала, мы стоим в одну диагональ, да, performance angle в 45 градусов и в другую диагональ в 45 градусов, потому что некоторые наши движения смотрятся красиво, и их видно в теле, именно вот в таком ракурсе, нет, да, то есть у нас есть некая хореография, в которой мы внезапно меняем ракурс, да, то есть я танцевала, танцевала, танцевала здесь, и я, пум, ухожу. И еще интереснее, я здесь перемещаюсь, допустим, потом я развернулась, поменяла уровень, ушла здесь и вернулась, и опять поменяла ракурс. Это все в районе того же, что я придумала до этого, да, то есть я могла придумать вообще линейно разложить хореографию, потом я просто включаю туда работу с пространством, да, понятно, ракурс, да, то есть я была здесь, я здесь, 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 здесь танцевала, потом я, пум, да, вернулась, да, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, ушла с киной, вернулась, угу, вот, и мы сейчас не вкладываем, да, то есть мы не рассматриваем здесь драматургию, что я сюда вкладывала, какой смысл, мы сейчас не о смысле, мы сейчас о том, как привлечь внимание, да, то есть мы включаем сейчас инструмент, как просто, как инструмент визуализации движения того, чего мы хотим сказать. Ага, е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- Да, да. Следующие методы, которые я сегодня хотела бы рассмотреть, о которых я хотела с вами поговорить, это так называемые антикризисные методы. Что такое антикризисные методы? Вообще, в принципе, к чему это? Это все методы, которые выводят нас из ступора, да, то есть когда там я смотрю, блин, я создала танец, он так вот все вроде хорошо, и я вот все вроде сделала, и образ у меня хороший, все красиво, но вот что-то вот не то, чего-то не хватает, где вот мой вообще полет мыслей, полет страстей, ну я вроде танцую, вроде ничего, но вот хочется какого-то бум, ба-ба-бам. Вот когда вот это вот все есть, да, или какой-то еще затык, вот, мы прибегаем к антикризисным методам. Вот, что это может быть? Мы сегодня опять же возьмем буквально четыре, которые я себе наметила, да, о которых хотела бы с вами поговорить, вот, это, опять же, переворот ракурса в пространстве, но не тот, который мы с вами говорили, да, не смена ракурса, да, здесь переворот, да, то есть, допустим, я создала себе хореографию, и я работаю, как у нас обычно, да, то есть, я встала здесь, постояла тут, потом постояла здесь, и я беру, и для радиоэксперимента меняю абсолютно, да, то есть, угол зрения на это, да, то есть, я начинала лицом, и просто беру, и всю хореографию меняю тем, что я танцую спиной. Для ради интереса, и просто смотрю, как это смотрится, потому что, смотрите, несмотря на то, что работаем спиной, здесь, если мы включаем такую штуку, переворачивая хореографию, как, например, фокус танцора, и фокус танцора, допустим, в этот момент находится за моей спиной, и я даю понять, что я танцую, как бы хореография у меня здесь, и я только об этом знаю, что она у меня здесь, и направлена сюда, но при этом фокус мой туда, и я буду туда постоянно обращать внимание, это будет интересно. Вам может казаться сейчас это странным, потому что это в порядке эксперимент, но это сразу резко делает движение, движение очень интересным, и саму связку становится очень, сама связка становится очень интересной. Да, то есть, мы меняем, переворачиваем ракурс, либо мы танцевали прямо, и мы берем и танцуем все это сюда, и смотрим, как это смотрится. Мы танцуем все в диагональ, мы смотрим, как это смотрится. Возможно, возможно, вы в этом, да, в своих связках увидите... Это у меня тут... Я никуда не пропала? Нет, не пропала? Нет? Нет? А, отлично, все, никуда не пропала. Так, и если мы переворачиваем вот этот ракурс в пространстве, да, куда-то его меняем, выдвигаем, задвигаем, вот, возможно, в своих связках она заиграет как-то по-новому. Поэтому вы увидите это совсем по-другому. Ей, это первый антикризисный инструмент. Второй антикризисный инструмент, это когда вы меняете уровень танцевания. Опять же, здесь уровень не в связке, а уровень танцевания. То есть, если я танцевала все это, да, то есть я танцевала все верхом, как мы все обычно любим, вот мы танцевали все верхом, и потом я оставляю это все, но я, например, нахожусь в портере. Да, то есть я хоп, и танцую это в портере, при этом, да, перемещаясь внизу на коленях, да, то есть каким-то образом, если позволяет здоровье коленей. Если наоборот, и наоборот, соответственно, да, я беру, и это же самое, то, что я делала, да, я поворачиваю вам и делаю это, допустим, под углом 45 градусов, где-то вот здесь. Да, то есть вот так. Если позволяет гибкость, если позволяет то, что вы создали, да, вы можете разворачивать это вот так. И это очень интересно, это очень забавно, это будет очень интересно мне смотреть. Вот. Это дополнительно, да. И, соответственно, вы, конечно, работаете с фокусом. Фокус, на который, фокус танцора. Очень часто мы не понимаем, чтобы нам это было интересно или нет, потому что танцор не сфокусирован. Мне, например, вообще абсолютно неинтересно сейчас стало смотреть на те танцы, когда у нас это в трайбл-среде есть. Это вышло как бы из общей философии, что как бы, ну, для чего ты танцуешь? Ну, я танцую, потому что мне кайфово, я танцую под эту музыку, и как бы вот я так самовыражаюсь. И мне хочется как бы всегда спросить, а как бы, ну, а зачем тебе тогда зритель? То есть со зрителем у нас всегда должен быть диалог. И если вы не общаетесь со зрителем, я сейчас говорю не о том, что вы должны смотреть в зал, да, это не об этом. Вот. Это говорится о том, что вы должны общаться со зрителем. То есть это должно быть посмотри на меня, я фокусируюсь на тебе. Если я меняю фокус, да, то есть как бы я продолжаю тебе рассказывать, то есть я обращаю твое внимание на это, вот. Но мой фокус, моего внимания, моего танцевания, он все равно направлен на диалог. Если как бы этого направления внимания нет, то тогда как бы я танцую себе, и тогда мне как бы зритель не нужен. Это тоже антикризисный момент, постоянно себя пум-пум-пум выдергивать, куда ты это делаешь, для чего ты это делаешь. Вот. И самый для меня, например, забавный инструмент, который я сегодня хотела бы посмотреть, тоже антикризисный, это смена последовательности движения. Очень хорошо развивает мозги, в первую очередь, и здесь можно найти что-то интересное, причем как можно переставлять последовательности, да, в восьмерки, по 4, по 2, да, по 2, по 4. И либо вообще просто в другую сторону отмотать, как на, можно в прямой последовательности, да, поменять движение, то есть точно так же в ту же сторону, но, либо вообще как в кинопленке отмотать все назад. Просто можно во всем танце, можно в некоторых восьмерках. Это тоже может натолкнуть иногда на всякие интересные штуки, интересные идеи, назовем это так. Вот. Ну что ж, повторяю еще раз, да, то, что я сегодня хотела посмотреть. Как стать интересным, да, поскольку мы сегодня работаем именно с визуализацией движения, визуализация движения, как материализация того, что мы хотим сказать телом в пространстве, как высказывание, как создание хореографии. Когда у нас создано, мы делаем это интересно. Это у нас, пум-пум-пум-пум-пум-пум, работа со скоростями, да, изменение скорости не меньше, чем на 3 уровня от исходного, да, в плюс, в минус, не меньше, чем на 3 уровня, лучше на 4, тогда это становится заметным. Вот. Привнесение пауз безотносительно к музыке, не обязательно пауза должна быть в музыке для того, чтобы вы сделали паузу в своей хореографии. Это дает возможность вам дышать, дышать и дышать зрителю, дышать вам, дышать зрителю. Соответственно, пауза, это должна быть всегда полный стоп, и та же пауза, она тоже должна быть задержана не меньше, чем на 4 счета, это важно. Это, об этом говорят все драматурги хореографии, не меньше, чем на 4 счета, задержка, потому что иначе это непонятно. Абсолютно непонятно. То есть, вообще, совсем недавно разговаривали с одним мастером, да, актерского мастерства, и он сказал тоже мне вот вообще удивительную вещь, которая мне была таким инсайтом. Это тоже такая вещь из интуитивного, но из интуитивного понимания, то, что мы как бы вроде как все знаем, да, потому что это лежит на поверхности. Но, тем не менее, когда это озвучено, это иногда-то включает так, воу, да, конечно, точно. Он сказал, что когда ты выходишь на сцену, то на сцене температура среды, которую ты создаешь, не должна быть ровной, не должна быть 36 градусов. То есть, ты всегда бросаешь зрителя в какие-то горки, ты поднимаешь ему накал страсти, и ты его спускаешь. То есть, не должно быть такое, как вот я сейчас с вами разговариваю, да, то есть, как бы, ну вот, мне было ровно, у меня там, как бы, все было хорошо, сегодня три кота, я их покормила, как бы, все. Нет, это должно быть всегда такое, привет, у меня три кота, а у тебя как? А, у тебя все плохо, ну ладно, а что плохо-то, расскажи мне, да, то есть, мы всегда вот это, как бы, вот это вот все делаем. И именно это, как бы, включает вот это все, может быть, утрирование от бытового, как раз и дает нам ту самую сценичность. Поэтому в хореографии, в хореографии всегда, для этого мы работаем с такими, выводим себя на некую экстремальность, и в чувствовании, да, и в танцевании, то есть, и в амплитуде, и в скорости, поэтому четче. Пауза не меньше, чем на четыре счета, нам может казаться, что это много, да, то есть, это если я сейчас двигалась, 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 и потом так, оп. И только если я замерла, да, больше, чем на три, тогда вы это заметите, обратите на это внимание, и у вас включится, а что сейчас, что, что, что это, вы хорошо рассмотрите меня. Пауза, работа со скоростями, и, так, работа с пространством, да, в пространстве мы разбираем несколько инструментов, вот у нас работа с уровнем, да, работа с уровнем, обязательно возврат. Иначе мне тоже непонятно, что вы делаете, да, и зрителю, соответственно, непонятно, что вы делаете, что мы с вами делаем, вот. И работа со сменой, с перемещением в пространстве, и это не проходки, не про проходки мы сейчас с вами говорим, мы говорим про резкую смену пространства. Та-да-да-да-да-дам-пум, та-да-да-да-да-дам-пам, та-да-да-да-да-да-да-да-да-пссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс И антикризисные методы, в которых мы рассмотрели, опять же, переворот хореографии, переворот ракурса полностью, да, то есть я создала хореографию, я думала, что я буду танцевать ее вот так, а я беру ее и переворачиваю в пространстве вот так и смотрю, что из этого получается. И не боюсь в эксперименте, да, то есть это все эксперименты для зала, чтобы я поняла, потом посмотрела на видео, о, а в этом есть что-то, да, вот. При этом фокус внимания, как я уже говорю, фокус внимания у вас может быть где угодно, да, то есть если я танцую, я развернула ракурс сюда, это не обязательно, что у меня лицо будет направлено сюда, я могу быть направленной туда, быть направленной внутрь, наверх, куда угодно, это фокус внимания, это отдельная тема. И смена уровня хореографии, когда, ну, в основном у нас все, как бы, трайвл танцоры, да, мы танцуем в среднем, да, и в нем, как бы, перемещаемся, такая коробочка, максимум у нас есть такой, мы сложились, поднялись. А здесь вот именно вот, да, какие-то вот, вот такие вещи, когда я беру свою хореографию и я танцую в измененном угле пространстве, в измененном, как бы, уровне, я танцую полностью все внизу, или я танцую только направленный наверх, и взгляд у меня, и фокусировка будет себя наверх, то есть я прямо улетела, или я работаю только в одной стороне сцены, потом я вдруг пью в другой. То есть, понятно, да? Угол зрения, да, вот это немножко отличается от поворота ракурса всей хореографии, да, то есть у нас хореография вся, она может остаться так, но угол зрения немножко другой. Прямо сегодня вылетаю я уже, телефон хочет уже отключиться, вот, и смена последовательности движения как антикризисный метод тоже. Я хотела бы знать, да, то есть у нас запись эфира будет, вот из тех методов, которые есть, мне нужно записать, например, чтобы это было понятно, да, проиллюстрировать это какой-то хореографии, то есть, например, я могу в записи эфира сделать запись связки, и потом разложить это, проиллюстрировать, как бы, каждый метод. Это надо сделать, это было бы интересно, как-то напишите мне в чате, каким-то образом обозначить, это надо было бы, это было бы интересно или нет. Отлично, тогда, да, 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 вот, тогда в записи эфира я сделаю запись хореографии какой-то вот вообще простой, чтобы мы просто могли посмотреть, проиллюстрировать то, что я уже сказала. И посмотреть это на каких-то примерах, да, и потом уже, может быть, из примеров у нас выйдут какие-то вопросы, да, и мы уже с вами сможем это каким-то образом обсудить. И помните, да, товарищи танцоры, товарищи хореографы, что теория, даже то, что я сегодня сказала, эти несколько методов, вот, теория без практики, просто мы с вами поговорили сейчас вместе и попили вместе чай. Вот, поэтому всегда пробуйте, 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 потому что каждый метод, он может расцвести в вашем творчестве определенным прекрасным цветом. И это очень круто, когда, например, какие-то способы движения уже входят в тело, так называемые, да, то есть тогда уже не нужно с этим быть внимательным каким-то, да, то есть себя каким-то образом заставлять, думать об этом, да, это входит в тело, и вы становитесь интересными. Вот, кстати, про фокус зрения, смотрите, про фокус зрения и фокусирование вообще танцора, и как с этим играть, потому что это вообще отдельная тема, вот, просто вообще шикарная. Я раньше не думала об этом так, как бы, круто, да, то есть у нас было, как у всех, я считаю, что, да, у нас было, что я смотрю в зал, я не смотрю в зал, там, говорю своим ученикам или себе, там, не смотри в пол, не смотри в потолок, или там еще чего-то, да, то, естественно, как бы, будь направлена туда. Но взгляд танцора это вообще такая атомная бомба на самом деле, такая бум, которой вообще стоит пользоваться, и вот этот вот фокус и расфокус, это вообще шикарная вещь, поэтому я думаю о том, чтобы сделать это, как бы, ну, тема эфира, например, следующий четверг. Если бы это было бы интересно, тогда тоже напишите мне каким-то образом в чат, потому что это вообще, как бы, ну, шикарно, как там это все работает, и я думаю, что я сразу подготовлю материал, как это было бы проиллюстрировать, да, то есть прямо сразу на видео разницу вот это все, чтобы мы посмотрели прямо сразу. Да? Да, да, е-е-е-е, супер! Ага, ага, отлично! Ну что же, у меня сейчас будет начинаться следующая тренировка по йоге, в следующий четверг, то есть запись у нас эфира будет, к записи эфира прилагаю связки, на которых я иллюстрирую все методы, и я их подпишу, вот. И я очень желаю вам это все сразу применять, хотя бы в своих тренировках это, чтобы вы понимали, как это, где это работает, потому что это очень классные, практичные методы, вот. И готовимся на следующий эфир работать с фокусом, расфокусом, с взглядом танцора, как это работает, где это, в чем это прелесть, да, то есть эти глаза напротив, это просто очень яркий инструмент, да, то есть не зря же у нас говорят, что глаза – это зеркало души. Да? Ну что, всем спасибо, что вы были сегодня, увидимся в следующий четверг. Пока!